Добрый день дорогие друзья! Привет из славного города Героя Смоленска! Друзья, я хочу сказать опять же такую же поговорочку, как недавно приводил Сколько веревочки не видится, а кончик найдется А конец найдется Через много-много лет найдется И вот и четверть века не прошло, как Братки 90-х понесут сейчас наказание за грехи свои, за тяжкие преступления Совершенные в те годы, четверть века назад В Петербурге суд вынес постановление об избрании мер пресечения 53-летнему Алексею Смирнову и 56-летнему Андрею Чванову Браткам 90-х годов, которые в те лихие годы совершали Массу совершили, массу тяжких преступлений Убийств Они подозреваются Один, значит, вот Алексей Смирнов обвиняется А Андрей Чванов подозревается пока что В убийстве 25-летней давности Ну пока одному предъявлено обвинение, а другой В качестве подозреваемого по делу пока что проходит Установлено, что Смирнов и Чванов согласились За 7 тысяч долларов Убить бригадира одной криминальной группировки То есть одна криминальная группировка заказала им убийство бригадира другой криминальной группировки И вот 30 декабря аж 1997 года Чванов в кафе на проспекте энергетиков Четыре раза выстрелил в голову жертве В результате чего потерпевший скончался Вы представляете, четыре раза Или голова очень крепкая Или Чванов, так сказать, перестраховался Вот Обычно киллеры делают один выстрел На поражение, а второй контрольный в голову Здесь четыре раза выстрел Я представляю, какой переполох там в кафе наделали И там, правда, почему-то один свидетель Как им показалось Запомнил их Но они ему, угрожая оружием, предупредили Что если ты будешь давать показания против нас То и с тобой такое же будет Вот, полученную сумму 7 тысяч долларов Фигуранта разделили между собой И истратили на собственные нужды Кроме того, как полагает следствие В сентябре того же 1997 года Они в составе организованной преступной группы На Московском проспекте Убили мужчину Который тоже, значит, вращался в криминальных кругах Но не вращался, а состоял в криминальной структуре Также на их счету кровавом Убийство молодой женщины в мае 1999 года На территории Украины А также убийство вице-президента Одной из общественных организаций Которые они совершили на Большом проспекте На Петроградской стороне В сентябре 2001 года Кроме того, они совершили покушение На убийство предпринимателя и его водителя На Социалистической улице В декабре 1996 года То есть ближе-ближе сюда уже все подтягивается Чиванов свою вину признал Выразил желание сотрудничать со следствием И следствие, посмотрите, доброе какое Ходотайствовало перед судом Моего домашнего ареста А он не возражал, типа И в результате суд удовлетворил Ходотайство следствия И он, Чиванов этот Который четыре раза выстрелил Он это выстрелил четыре раза, да Четыре раза в голову Ну, тоже бандита, но все-таки человека Совершил убийство И суд удовлетворил ходотайство Отправило его под домашний арест Понимаете, он теперь Не имеет права выйти из дома И постоянно за ним, так сказать, надзор и контроль Будет производиться Я, честно говоря Шокирован Таким решением следствия И суда В отношении Отъявленного Головореза и убийцы Это ужас какой-то, что творится, да Ай-яй-яй До 10 апреля Пока что Ему избрана мера пресечения А 10 апреля будет решаться вопрос О дальнейшем Для продления этих мер пресечения Или заменены другие В зависимости от того Как идет следствие Целая куча убийств У них, значит Одного, значит Смирнова Этого, которому предъявлено обвинение Подытайство Для заключения под стражу И суд удовлетворил Тоже подытайство Заключил под стражу А этого В отношении которого Уже доказано И предъявлено ему обвинение Под домашний арест Ну Как говорится Я не судья Я сторонний наблюдатель Вот Один из задержанных Трудился Вот До Того Как их Выявили Установили И привлекают К уголовной ответственности Простым рабочим На кабинете Строиматериалов В городе Боровичи Или Боровичи А другой Официально Нигде не работал И как пишут Наши досужие журналисты Жил на Накопленные сбережения Я представляю Себе Значит Каким путем Эти сбережения Были накоплены Может они накоплены В те же 90-е годы Вы знаете Чем занимался В 90-е годы Ну и кроме того Значит Вся эта банда Сейчас как бы Под следствием Идет работа По установлению Где кто Сейчас И чем занимается И что он В 90-е годы Натворил Установлено В частности Уже Что один из Предполагаемых Киллеров Банды Киллеров Скончался еще В 2006 году Ну как говорится Может быть туда и дорога А другой находится В розыске С 2000 года То есть тоже В бегах В бегах И Сейчас Активизирован Будет его Розыск В настоящее время Также устанавливается Местонахождение Других членов Этой преступной Группировки ОПГ Вот И кроме того Следствие Сейчас Решает вопрос А может уже Решило вопрос Об объединении Этих Соединений Уголовных дел Всех этих Разрозненных В одно Производство То есть Одно Уголовное дело Многоэпизодное Будет Вот так Друзья Что я хотел Сказать Что Кто-то Кто совершил Какие-то Преступные Деяния И надеется Что В прошлом И надеется Что Так и доживет До старости И умрет Своей смертью У себя В постели Может на это Не рассчитывать Наши доблестные Правоохранители Следователи Оперативники Все равно Выйдут на ваш след Найдут Арестуют Посадят Да А суд Посадят Так что И те Кто Может быть Чувствует Себя Пока что В безопасности По делу Владислава Бахова Парнишки 16-летнего Пропавшего 6 апреля 19-го года Возле города Демидов На Смоленщине В присутствии Там 12 или более Даже человек Пропал И все Парнишка Могут Не рассчитывать На то Что Все это Будет забыто Покрыто Мраком И похерено Где-то В недрах Следственного Комитета Все равно Я уверен И это Неоднократно Подтверждалось Практикой Моей Кончик Найдется Сколько Веревочки Не виться С вами был Евгений Гордеев Из славного Города Героя Смоленска Друзья мои Не забывайте Пожалуйста Ну как всегда Ставить лайки Подписываться На мой канал Неуклонно Растет Число Моих Подписчиков И Слава Богу Что Люди Понимают Что На этом Канале Говорят Правду А если Правда На сегодняшний день Нам с вами Неизвестно То Мы с вами Ее Установим Вместе Сообща Но установим И не забывайте Помогать Моему Домашнему Приюту Котовасия 67 Где На сегодняшний день Содержится 47 Питомцев Хвостатых Полосатых Волосатых Разного возраста Разной Национальности Разного Характера Совершенно Но Милых Добрых И Уживающихся Как ни странно Практически Без драк Всего нам всем доброго Мои хорошие Слава Богу Что Мне кажется Что сейчас На Украине Происходит Перелом Перелом И по моим Прогнозам Значит Украине Предстоят Всенародные Выборы Перевыборы Президента И Может быть Всенародный Референдум По вопросу По вопросу Объединения Украины С Россией Вхождение Украины В состав Российской Федерации Может быть Я ошибаюсь Я не политик Но Есть Такое Предчувствие И Слава Богу Наступил Перелом И В головах Наших Кремлевских Лидеров В частности Господин Президент Владимир Владимирович Путин Обратился К олигархату К крупным Нашим Предпринимателям С просьбой А просьба Президента Это считайте Приказ Вернуть Вернуть Все вывезенные Ими за границу Средства На родину Россию Вернуть Из-за границы На постоянное Место жительства В России Их деток Их семьи И Работать На благо России И россиян Его бы слова Да Богу Как говорится В уши Так что посмотрим Что будет дальше Крайней мере Я еще раз хочу сказать Что Большой войны Слава Богу И наступило Пока Продолжение следует